Друзья, добрый вечер. В эфире программа «Вечерний разговор». Как я вам и говорила, что не политика единой богата наша страна. И как мы и обещали, от случая к случаю, по возможности, мы будем проводить программы на самые волнующие и интересующие вас темы, конечно же, ориентируясь на ваши запросы. Сегодня мы поговорим на прекрасную тему, очень красивую тему, узнаем, требует ли красота жертв. На сегодняшний день мы знаем, что любая девушка, любая женщина, начиная с 18-20 лет, уже старается приблизить свою внешность к определенным стандартам, которые принято уже или учитываются в нашем обществе. Сегодня мы поговорим о том, как не навредить себе, а как всегда хорошо выглядеть и сохранить молодость как можно дольше. С прекрасной женщиной Марией Пасковой, которая является руководителем компании «Натурпродукт». Мария, здравствуйте, спасибо за то, что вы приняли приглашение, стали гостем нашего эфира. Добрый вечер, дорогие друзья. Мария, во-первых, еще раз рада вас приветствовать. Хотелось бы начать нашу беседу с того, чтобы вы рассказали немного о себе и познакомили мы вас с нашими телезрителями, потому что вы у нас в студии впервые. Меня зовут Мария Паскова, я директор компании «Натуралпродукт». По образованию я медик, проработала 17 лет врачом. С прошедшим праздником, кстати, медицинского работника. Спасибо вам большое, спасибо огромное. Мы отметили, отметили мои коллеги, я их поздравляла, конечно, потому что бывших врачей и медиков не бывает, как мы знаем. И второе образование у меня юридическое. В жизни мне удалось заниматься как медициной, так и правом, так и публичным управлением. То есть такой разнообразный спектр моих занятий. Но в последнее время я занимаюсь косметологией, моей, наверное, любимой профессией, любимым делом, поскольку, став врачом, я всегда мечтала быть косметологом. Но так случилось, что я занималась, ну, скажем так, более прагматичными темами, такими как терапия, кардиология, гастрология, функциональная диагностика. А косметология – это нечто такое для души. И вот мне довелось все-таки в своей жизни заняться косметологией. Ну, могу сказать, что сейчас я получаю максимум удовольствия от того, что я создаю, и от того, что создает наша команда, и от того, какой продукт мы сегодня выпустили, дали на рынок Молдовы. И я думаю, что наши потребители будут очень благодарны за то, что мы создали. Мария, скажите, обязательно человек, который создает косметику, будучи просто, пусть менеджером или вообще руководителем, но зачем, обязательно ли ему иметь медицинское образование, вот на ваш взгляд? Знаете, я думаю, что, наверное, обязательное. И по следующей причине. Нас врачи всегда учили не навредить. И вот этот основной принцип – не навреди. Косметика должна не только приносить пользу, но она не должна приносить вред коже лица и вообще в целом человеку. Поскольку есть очень много продуктов, которые вызывают аллергии, токсических компонентов, даже и рак кожи, и очень много моментов, когда косметика вредит. Поэтому человек, который занимается косметологией, имея медицинское образование, он эту основную идею помнит и создает, наверное, продукты, которые абсолютно безопасны для человека. Ну вот косметика, которая вредит. У нас же есть государственные органы, которые за этим следят. И во всем мире, в каждой стране есть специальные инстанции, которые обращают на это внимание. Не так ли? Как получается так, что на рынке появляется косметика, которая на самом деле вредит организму? Ну, в нашей стране, к сожалению, нет лабораторий, которая бы определяла весь состав тех компонентов, которые входят в косметические продукты. Есть центр превентивной медицины, который определяет, допустим, органолептические свойства, внешние свойства, ПАЖ, косметики. Но вот конкретно, что туда входит и входят ли там какие-то запрещенные продукты, мы не имеем такой возможности. Поэтому, если косметические средства не имеют исследований в каких-то европейских лабораториях, то, как правило, мы рискуем здесь столкнуться с различными проблемными продуктами. А как вот именно вам помогает ваше медицинское образование? Вы лично следите, исследуете, какие компоненты входят в ваши средства, которые вы производите? Я, наверное, начну с того, что наша лаборатория косметическая – это совместный холдинг молдо-французский. И здесь идея создания такого холдинга и такой косметической лаборатории принадлежит учредителям двух компаний, двух холдингов, которые слились, решили создать совместную такую косметическую лабораторию. И целью этого было создание продукта в Республике Молдова с французским качеством по доступной цене для нашего рынка и для рынка Восточной Европы. То есть изначально было привлечено в создание формулы наших кремов, в создание всех компонентов лучшие европейские косметологи. И исследование наш продукт проходил тоже в лучших европейских лабораториях. В результате мы получили разрешение на экспорт в Европейский Союз, мы получили регистрацию в Европейском Союзе. Мы есть на портале CPNP, это реестр косметических продуктов, который имеется для всех продуктов, которые разрешены для импорта в страны Евросоюза. Также мы имеем разрешение для экспорта в страны Таможенного Союза, мы имеем разрешение Роспотребнадзора на ввоз в Таможенный Союз. То есть для того, чтобы получить это все, конечно же, наша продукция проходила очень много исследований. И естественно, что она абсолютно безопасна, нетоксична, не содержит парабенов, не содержит канцерогенных веществ. И только так мы можем получить эти разрешения. То есть просто так это все не получается. Хорошо. Сами вы пользуетесь косметикой, которую производите? Конечно. Я пользуюсь только нашими кремами, я пользуюсь нашей уходовой косметикой. Ну, уходовая косметика, сюда входят лосьоны, тоники, омывающие тоники. Это и мицеллярная водичка, это и увлажняющий тоник с депантенолом, витамином Е. Это тоники для проблемной кожи, для наших молодых девушек с альтиловой кислотой. Это демокьянты, которые мы очень долго создавали и нашли наконец-то формулу, которая, считаю, что абсолютно удовлетворит любого капризного потребителя, так как вся эта продукция не печет, не вызывает раздражение глаз, не сушит кожу. То есть это тот продукт, который есть сегодня у нас, и я горжусь этими продуктами. Следующий – это крема для лица, это линейка ЭКО. Это такая легкая текстура, нежная, с легким ароматом, с свежим ароматом, который не раздражает уже вся продукция линейки ЭКО, гипоаллергенно абсолютно. Мы даже пробовали на нескольких, у нас были так называемые пациенты, на которых мы испытывали с аллергиями, но, вы знаете, они очень остались довольны, ничего у них не происходило, то есть никаких аллергических пятен, ничего не возникло на лице, и до сих пор они пользуются, вот как попробовали, с тех пор они пользуются только нашей косметикой. Потому что сегодня очень много именно людей с аллергическими реакциями, и подобрать косметику очень сложно. Поэтому линейка ЭКО – это для вас. Это три крема, которые наши ученые разработали с такими очень активными веществами, как липомоист, один из кремов, второй с винидермом, и один с гиалуроновой кислотой. То есть эти три крема, которые работают сегодня для, я бы сказала так, всей категории женской, поскольку один из них с гиалуроновой кислотой предотвращает старение, он предупреждает морщинки, он удерживает влагу. Это, я бы сказала, что должны пользоваться девушки и женщины молодого возраста, которые бы предотвратили наступление так называемой старости. Вторая категория – это крема с винидермом, это крема на базе виноградной косточки, крема, которые немножечко более жирные, рекомендовано женщинам так, среднего возраста, я бы сказала, до 50. И следующий крем – это омолаживающий крем, крем с олипомоистом, который содержит полиненасыщенные жирные кислоты, которые очень необходимы нашей коже. Все три крема питают, увлажняют, все эти крема подтягивают тургор кожи, они разглаживают морщинки, увеличивают уровень коллагена в кожных покровах. То есть это три продукта, которые у меня всегда на столике, и я пользуюсь различными продуктами, то есть в зависимости, наверное, от настроения, от всего. Я постоянно их тестирую, мне нужно знать, как работают эти крема, после того, как мы открыли баночку, то есть не уходит ли этот аромат, не сворачивается ли, то есть работает крема идеально. Следующая линейка у нас – крема Black Door. Они рассчитаны на более зрелую кожу, они более плотные и более жирные. Мы их так позиционируем, что это крема для более зрелой кожи. Или ночные крема, то есть крема, которые можно использовать, наверное, на ночь. Они также отличаются хорошей текстурой, они отличаются очень красивым ароматом. Они содержат тоже один из них – масло чьи, витамин Е и допантанол, другой с коллагеном и один с гиалуроновой кислотой. То есть вот опять три крема, в состав которого входят различные активные вещества, которые работают. Вот у меня все они есть на столике, и я пользуюсь всеми шестью открытыми. И предлагаю нашим женщинам, чтобы каждая из них протестировала на себе, поскольку каждая кожа индивидуальна, и нет таких общих рекомендаций. Мы говорим в принципе, но в особенности это каждая женщина должна решить для себя, что ей больше нравится. Хорошо, Мария, скажите, вот девочка, со скольки лет уже должна начинать ухаживать за своей кожей? Ну, давайте начнем. Я имею в виду применение кремов, лосьонов. Да, начнем с того, что девочки, как правило, обращаются впервые к докторам и косметологам. Это в период пубертатного созревания, то есть в период полового созревания. Как правило, у всех у них есть прыщи, у всех у них есть очень проблемная кожа, она жирная кожа, и поэтому они идут к доктору. Ну, здесь, конечно же, лосьоны. Это лосьоны с салициловой кислотой, это естественная кислота, которая абсолютно безвредна, и, как правило, ею надо пользоваться постоянно для того, чтобы не было, чтобы эти все высыпания не приводили к рубцам, потому что с ними потом очень сложно бороться. То есть вот это первое, что должна иметь девушка. В момент гормональной перестройки лосьон. Да, да, ну, как правило, вот с тех пор начинается. Следующее, это, конечно, мицеллярная водичка, которые умываются. Девушки тоже, я думаю, что с школьного возраста они пользуются. Ну и следующее, я думаю, что, конечно, это крема с гиалуроновой кислотой. Это такие самые легкие, самые ранние крема, которыми должны пользоваться девушки. Кроме того, эти крема для сухой, для жирной, для комбинированной кожи. То есть у них, как правило, комбинированная кожа, либо жирная кожа. То есть он подходит для всех этих типов кожи. То есть у девочки в подростковом возрасте в косметичке должна быть обязательно мицеллярная вода. Да. Крем с гиалуроновой кислотой можно, да. И лосьон тоник с солициловой кислотой. Дальше. Дальше. У девушки постарше, так скажем. У девушки постарше. Ну и, конечно, крем для рук. Здесь тоже должен быть крем для рук. Рекомендую крем для рук Эко. У нас три крема таких, три крема для рук. Тоже с очень нежной текстурой, тоже с гиалуроновой кислотой, тоже с коллагеном, с допантанолом. То есть вот эти три вещи должны быть у девушки. Ну и демокьян. Без него просто невозможно. Хорошо. Я видела у вас крем для рук. Значит, он с депантанолом. С депантанолом. Да, с витамином Е. У нас с гиалуроновой кислотой, с коллагеном, да. С СПФ, кажется. Это солнцезащитный крем. Да, я могу сказать, что и этим кремом мы очень гордимся, потому что это крем с СПФ-30. Он должен быть, конечно, в косметичке тоже у девушек. И у каждого. Не только у девушек. Я думаю, что у всех людей должен быть обязательно в семье, в косметичке, летом особенно проблемная кожа. Уже есть очень много кожных заболеваний, которым запрещены солнечные лучи прямые. То есть этот крем у нас для рук и для тела, и для лица. Он с СПФ-30, но он настолько грамотно здесь подобрана формула, что он жирен ровно настолько, насколько необходимо для того, чтобы он впитался в кожные покровы и не оставил следов на одежде и на всем. То есть этого достаточно. Вот крем просто идеальный. Хорошо. Летом тогда, получается, по вашим словам, необходимо использовать именно этот крем для лица. И этот тоже. То есть если ты выходишь на улицу, если, допустим, надо выйти и позагорать где-то, ну, если ты дома, то смысла нет его использовать. А вот выходя на улицу, его надо использовать, конечно, обязательно. Летом обязательно. Он должен быть как дополнительный компонент в косметичке. Или же зимой, если, допустим, тоже солнце активное, весной при раннем активном солнце особенно. То есть это тот продукт, который дополнение к основному набору, скажем так. То есть, в принципе, я как понимаю, девочка-подросток и девушка, которая уже постарше, женщина, более зрелого возраста женщина. Их косметичка не отличается, отличается только компонентами, которые входят в данные крема. Ну, я вот вижу очень много разной рекламы, которая, например, утверждает, что благодаря кремам в 60 можно выглядеть на 20. Насколько вообще оправдан такой пиар-ход и возможно ли это? Ну, что такое выглядеть в 60 как на 20? Во-первых, человек должен быть красив душой, и он должен светиться изнутри. Вот это основное. Второе, он должен быть в гармонии с собой. Он должен любить, он должен верить в Бога, он должен делать только добрые дела. И тогда на лице у него всё написано. И постоянно желательно быть в более-менее одном весе и вести здоровый образ жизни относительно. Нет такого понятия, что абсолютно всё надо делать, диету соблюдать, всё остальное. Нет, надо всего и понемножку. Вот это, наверное, самое основное, чтобы человек выглядел красиво. Что касается выглядеть в 60 как в 20, то я бы сказала так, что мы в 60 имеем то, что мы заслужили в течение своей жизни. То есть если в 20 мы красивы просто потому, что мы молоды, то в 60 как мы себя вели всю жизнь. И если мы начинаем профилактически пользоваться, как я говорила выше, не допускать появления глубоких морщин, не допускать постоянных скачков веса, если мы будем всё время соблюдать то, что необходимо, то есть пользоваться кремами солнцезащитными, пользоваться косметикой правильной, утренние, дневные крема, ночные крема, то я думаю, что в 60 мы будем выглядеть красиво. То есть это весь комплекс, это не просто. Человек должен быть здоров, он должен быть здоров душой и телом, он должен быть красив, он должен заниматься спортом, он должен вести здоровый, относительно я же говорю, здоровый образ жизни. Это всё в комплексе. Мария, скажите, пожалуйста, вот в идеале, конечно, перед тем, как начать пользоваться косметикой, нужно проконсультироваться с косметологом, который подберёт, посоветует, скажет. Но сегодня, к сожалению, даже не каждая вторая женщина в Молдове сможет себе позволить пойти к врачу-косметологу, дерматологу, как это полагается, и проконсультироваться. На что тогда, как самой себе можно подобрать косметику, уход за телом, за кожей и не навредить к себе? Ну, каждая женщина примерно уже знает свой тип кожи. Как правило, девушки, женщины, они знают, у них сухая, жирная, комбинированная кожа. Они знают, что им больше подходит, жирные крема, более сухие крема. Они знают примерно, какие продукты они использовали до сих пор, помогали им или не помогали. То есть я считаю, что женщина, да, она сама должна подобрать. Уже когда она не сможет это сделать, тогда она должна пойти к косметологу. Но вы, как врач, вот первую фразу, которую вы сказали, что самое главное в использовании косметики не навреди. Вот как женщина, у которой нет медицинского образования, может понять, что она себе покупает продукт, что он качественный, что она, самое главное, им себе не навредит? Ну, естественно, что она должна читать, что там написано, содержимое упаковки, на этикетке, что там написано. Потому что, как правило, есть закон об этикетировании. Там должна, производитель должен честно декларировать, что туда входит в состав этого продукта. А все честно декларируют? Я думаю, что есть очень много маркетинговых ходов, которые просто, скажем так, немножко некорректно относятся к своим потребителям и к своим клиентам. Мы, например, декларируем абсолютно честно, потому что для того, чтобы получить регистрацию в Европейском Союзе, да и в Таможенном Союзе, надо четко соответствовать всем требованиям законодательства той или иной страны, где мы это декларировали и где мы это регистрировали. Соответственно, мы на молдавском рынке так же себя ведем. То есть мы декларируем абсолютно честно, что эта продукция абсолютно натуральная, из чего она состоит, что туда входит, что она абсолютно безопасна, что она нетоксична, что она гипоаллергенна. То есть мы это абсолютно декларируем. И это мы доказали путем исследования в специальных лабораториях. И то есть вы пользуетесь исключительно той косметикой, которую производите вы? Только своей косметикой. Как быть, если косметика нанесла вред? Если косметика нанесла вред, то, конечно же, естественно, я скажу, что надо обратиться только к доктору. И надо посмотреть состав этой косметики, почему так произошло, что из компонентов вызвало, допустим, раздражение или аллергию, или, допустим, какие-то высыпания. Обязательно надо посмотреть и, естественно, отказаться от той косметики. Сейчас там бытует мнение о том, что средства для домашнего ухода нужно покупать или у косметологов, или в магазинах производителей, что, например, в гипермаркетах нельзя купить качественную косметику. Как считаете вы? Европейская практика диктует следующее. Производители косметики дают в коммерческую сеть, в любую коммерческую сеть, свою продукцию. И она, как правило, одинакова. Другое дело, что различные торговые сети имеют свои коммерческие надбавки. Естественно, что цена в одном маркете – это такая, в профессиональном магазине – это другая, и у косметолога она может быть третья. Но это один и тот же продукт. И у нас в Молдове бытует мнение, что если это там-то, то это некачественно, это неправда. Или если она стоит, допустим, в каком-то маркете дешевле, то она другая. Нет, это такой же продукт. То есть мы должны приучить своих клиентов, наверное, чтобы они покупали продукцию там, где им удобно. Если им удобно купить в супермаркете, почему нет? Почему не быть хорошей качественной косметики во всех гипермаркетах и супермаркетах? Ведь человек, когда идет в маркет и отоваривается, он покупает продукты питания, он должен купить все, что ему нужно сразу же. И не идти отдельно за этой косметикой в другие какие-то коммерческие сети. Так, это я же говорю, это европейская практика. То есть здесь покупатель или потребитель должен быть абсолютно уверен, что это тот же продукт. Абсолютно тот же. Но по поводу нашего продукта хочу сказать, что у нас есть рекомендуемые цены. Сколько должна стоить наша косметика на полке? И такого рода продукции, которые мы сейчас представляем на рынок Молдовы, наши две линейки, например, кремов для лица, такие как Эко и Благдор, они должны стоить предела 120-150 лей на полке. Это, опять еще раз говорю, французская косметика, абсолютно безвредная, абсолютно... А у вас какая цена? Вот у нас такая. А вот этот товар, подобного рода товар, сейчас на полке, подобного качества, стоит где-то минимум 350-500 лей. То есть вот какая разница между нашим продуктом и продуктом других брендов, которые представлены на рынке. Почему такая разница? Потому что у других брендов уже есть какое-то имя. То есть там торговая марка стоит определенный денег. И, конечно, продается, я же говорю, торговая марка. Мы начинающие предприятия, и мы, конечно, хотим быть абсолютно корректны с своими покупателями. Здесь, конечно, и маржа другая, совершенно маленькая. И мы хотим дать каждой женщине почувствовать себя красивой и дать возможность купить хорошую продукцию. Ведь изначально задача была именно французское качество по доступной цене для стран Восточной Европы и для стран, скажем, СНГ. Скажите, Мария, как определить косметику самостоятельно на то, даст она тебе в последующем аллергию или нет? Это возможно? Ну, конечно. Прежде чем брать незнакомую косметику, конечно же, надо сделать тест на чувствительность. Это, конечно, тыльная часть предплечья. И делается какое-то просто тестовое такое. Или там, или ниже можно. И обязательно протестировать. Если там нет покраснения, ничего, то без проблем. А протестировать как? Просто помазать. Да. И подождать 15-10 минут? Ну, 10-15 минут как минимум. Когда есть какой-то аллергический компонент, и когда уже мы видим, что будет реакция, она будет и сразу, после 5 минут даже. То есть сразу дает реакцию организм. Скажите, сейчас в тренде корейская косметика, она есть повсюду, и более элитная, и более массовая. И я постоянно задумываюсь, вот все-таки Корея – это другая раса, это абсолютно другой тип кожи. Насколько эта косметика действительно подходит для женщин нашего региона? Ну, вы знаете, равносильно, наверное, вопрос сейчас у нас такой. Если бы мы поехали в Корею, спросили бы, что вы, или как вы относитесь к молдавской косметикой. То есть я могу сказать только за свой продукт. Я могу сказать, что наш продукт, он, наверное, номер один сегодня по качеству и по ценам. И мы гарантируем и декларируем это. И даже если что-то случится, не дай бог, нас всегда найдут. Корейская косметика, конечно, может быть и хорошая. Она далеко. Какие-то претензии или что-то к ним предъявлять, конечно, невозможно. Я ничего не могу сказать про наших конкурентов, потому что… Я не говорю о том, что хорошая она или плохая. Просто уже очень многие диетологи, нутрициологи сходятся во мнении о том, что для нашей расы хороша та еда, которая прорастает исторически в нашем регионе. Поэтому мне всегда интересно, косметика, которая производится вообще в другом регионе, который нетипичен для нас, насколько эта косметика действительно полезна для нашей кожи, например, для кожи наших женщин? Ну, косметика, наверное, как еда. То есть, конечно же, полезно то, что произрастает или что здесь вырастает в этом регионе. И, как правило, косметика тоже. То есть это для более европейской, европейной расы. То есть наша косметика адаптирована к нашим жителям. То есть именно вот для европейской части, я так бы сказала. А корейская косметика, ну, наверное, она больше для них характерна. Мария, скажите, вот уходовая косметика класса премиум, она действительно с первого эффекта, и я убеждалась не один раз в этом, с первого применения ты чувствуешь определенный эффект. И потом я узнала, что, в принципе, в основном, 90% этой косметики, там есть гормональная основа. Насколько вредна, вот вы как врач, для организма именно крем с такой начинкой, так скажем? Ну, да. Есть некорректные, опять-таки, производители, которые хотят увидеть сиюминутный эффект и ставят какие-то гормональные препараты. Это недопустимо, потому что все гормональные препараты, как правило, должны быть в медицинских препаратах, но никак не в косметических. И продукцию с гормональными препаратами должен назначить только врач. Потому что, как правило, мы знаем, что есть очень много осложнений, побочных аффектов от гормональных препаратов. Не только косметического плана осложнений, но и общего характера. Поэтому здесь, я думаю, что надо быть очень аккуратным и смотреть внимательно. Но это может быть не написано. Поэтому лучше все-таки пользоваться нашей косметикой, которая абсолютно безопасна, не содержит никаких гормональных препаратов. Мы не хотим добиться сиюминутного результата, что вот да, через три дня вы прям засияете и все остальное. То есть мы говорим о том, что надо постоянно пользоваться, и тогда мы получим результат. А гормональная косметика очень опасна. Вот вообще я слышала или читала о том, что хороший крем с хорошей гиалуроновой кислотой не может стоить менее 50 евро. Это правда или нет? Ну, не совсем так, потому что это зависит опять-таки от бренда. Это зависит от того, какую маржинальность и какую задачу ставит производитель, от того, какую маржинальность ставит коммерческая сеть. То есть это зависит от многих моментов. Но, скажем так, что если мы говорим о нашем продукте, то мы вышли на рынок, и у нас абсолютно маленькая наценка и маленькая маржинальность для того, чтобы мы могли выйти на рынок. Качественный состав. Да, качественный состав. Продукт очень качественный. Но учредитель ставит задачу выйти на рынок. То есть на этом этапе пока что мы не говорим о каких-то прибылях и сверхприбылях. Как мы знаем, очень многие производители используют при коммерции, такие как сетевые маркетинги. Поэтому здесь, конечно, цена складывается из очень многих составляющих. И я считаю, что не обязательно, что хороший крем должен стоить 50 евро. Это совершенно не обязательно. Он может и стоить и 10 евро, и 15 евро. С хорошей гиалуроновой кислотой. Да, абсолютно верно. На этом интересном моменте мы прервемся на рекламную паузу, дорогие друзья. Впереди вас ждет все самое интересное. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Итак, друзья, мы вернули студию. Напомню, что сегодня мы в нашем вечернем разговоре беседуем с замечательной, удивительной женщиной, которая знает о красоте все и даже больше, Марии Пасковой. Мария, в продолжении нашей беседы я читала вот что. Что коллаген, он не усваивается кожей, что он имеет такой, крема на основе коллагена, что они имеют такой эффект, когда ты их наносишь, значит, коллаген есть, но он наносится определенной пленкой. И после того, как ты лицо умываешь, то есть делаешь демакияж, то этот коллаген никак не усваивается и не впитывается в кожу. Это так или нет? С точки зрения медицины, да. Медицина говорит, что он не усваивается, не полностью не усваивается, частично не усваивается. Но все же, вы правильно сказали и отметили, что он образует защитную пленку. Ведь задача наша не только усвоение или добавить коллагена снаружи. Нам важно защитить кожные покровы от воздействия различных инородных предметов, от той же воды, от того же солнца, для того, чтобы кожа сама могла справиться с какими-то, скажем, вызовами, которые дает ей природа. Допустим, я же говорю, или низкая температура, или высокая температура, это тоже для нее стресс. Поэтому коллаген делает защитную пленку на коже. Вот у нас есть, например, сейчас крем Блокдор с коллагеном, который мы его позиционируем тоже как ночной крем, который дает защитную пленку, и кожа дышит, кожа питается этим коллагеном и усваивает его, допустим, 10-20% однозначно усваивается коллаген от этого крема. Как вы относитесь вообще к инъекционной косметике? Ну, инъекционная косметика, конечно, она тоже имеет свое место, но в более зрелом возрасте, потому что есть период, когда женщина сама вырабатывает коллаген, сама вырабатывает гиалуроновую кислоту, ведь это строительные материалы для того, чтобы удержать кожу и тургор кожи подтянутым. Но наступает момент, когда уже это невозможно самостоятельно делать, и даже при помощи каких-то препаратов, поэтому делается в кожу, внутри подкожно вводится, например, гиалуроновая кислота. Это строительный материал для того, чтобы удержать кожу в подтянутом состоянии. Я за то, чтобы это делалось. Но это должно делать косметолог профессионально, не где-нибудь в каких-то салонах, которые делаются, скажем так, непрофессионалами и потом очень много осложнений. Но, как правило, только инъекционные или только крема не работают. Это все в комплексе. Даже после того, как делаются инъекционные какие-то процедуры, обязательно должны быть дополнены к использованию кремов. Ну, сегодня девушки из 20-ти, с 18-ти лет начинают делать инъекцию. Вы знаете, вот смотрим иногда на фильмы, скажем, 70-е годов. Какие были красивые люди. Я не говорю за девушек, я вообще говорю и за женщин, и за мужчин. Они совершенно другие, они естественные, они красивы по-своему, они умеют стареть красиво. Ну, вы знаете, когда вот так все по шаблону и все одинаковые, то, наверное, это не есть красота. Поэтому я считаю, я за индивидуальность. Если нужна какая-то корректировка, она должна быть сделана таким образом, чтобы не нарушать ту индивидуальность, которую имеет каждая женщина. Сегодня мужчины не меньше, чем женщины, стараются следить за своим внешним видом. А чем отличается сегодня уходовая косметика для мужчин от уходовой косметики для женщин? Наверняка тоже рекомендуете им определенные тоже крема. Да, мы сделали одну линеечку такую из лосьонов после бритья. Но вы знаете, очень многие мужчины пользуются нашими кремами. Я это знаю, потому что они звонят и говорят, вот мы у своих вторых половинок взяли крема, и мы пользуемся ими. У мужчин тоже кожа бывает и сухой, и жирной. Им тоже нужно питание, увлажнение, им тоже нужно омоложение. То есть мужчины сегодня следят за собой, и это очень хорошо. Поэтому все крема, которые мы рекомендуем женщинам, они рекомендованы и мужчинам. И фактически мужчины ими пользуются. И для рук тоже самое. Что касается после бритья, то мы сделали такую одну линеечку. Вот такие два продукта, которые очень удобны. Тревел, удобны, допустим, в машине, везде. Это такие лосьоны после бритья. Но мы тут, скажем так, в одной формуле уместили пять компонентов. Это и увлажнение, питание, это и дезинфекция, это и парфюм. То есть все в одном. Один из этих лосьонов после бритья с допантанолом витамин Е. Разве такое может быть? Может быть. Он, как правило, для более сухой кожи, для нормальной и чуточку жирной. Это то же самое с гиалуроновой кислотой. Очень хорошо работает. Мужчины очень довольны. Дешево стоит и очень удобно. Что еще должен иметь, так скажем, ухаживающий за собой мужчина у себя в косметичке обязательно, на ваш взгляд? Ну, джентльмен должен иметь, кроме лосьона и парфюма после бритья, и крема для лица. Он должен иметь и крем для рук. Хочу сказать, что они пользуются и кремами для рук, потому что особенно кожа у мужчин, она тоже подвержена воздействию различных агрессивных сред, и то же самое, как и температурные воздействия, и не только. Поэтому мужчины пользуются и нашими кремами для рук. А крема для лица? И крема для лица, и крема для рук, ну, естественно, и крема для ног, хочу вам сказать, то же самое, скрабы для пяток и для локтей. То есть, в принципе, чем пользуется женщина, тем пользуется и мужчина сегодня. Вот я бы так сказала, потому что делить прям особо, наверное, нет смысла. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к нынче модным фейсбилдингам, самомассажам, урокам? Целые странички в социальных сетях заводятся на эту тему? Ну, я вообще отношусь ко всему абсолютно спокойно. И считаю, что любые упражнения, любой спорт, любая гимнастика, любые занятия, самостоятельные занятия, они приводят только, они в плюс ко всему. Но прямо, скажем так, делать из этого какую-то догму, наверное, нет смысла. Всему понемножку, вот я таким образом, это ограничение или это есть какая-то серединка в еде, в спорте, в самоорганизованности, в труде, во всем. То есть должна быть какая-то золотая серединка. Нельзя себя ограничивать и нельзя челом бить, вот в какую-то уходить, либо в какую-то гимнастику, либо в спорт. Всего должно быть в меру. И тогда человек будет жить в гармонии и в удовольствии. И тогда для него жизнь будет в удовольствии. А не так себя только во всем ограничивать. Человек не будет счастлив, если он только живет. Тогда зачем жить? Скажите, Мария, вот всю ту косметику, которую производите вы, она, в принципе, вся практически домашняя, создана для домашнего ухода. Вот люди, которые привыкли, например, за своей кожей, за своим лицом ухаживать исключительно дома. Что бы вы им рекомендовали, чему уделить больше времени? И что ни в коем случае нельзя, например, женщине делать дома самостоятельно? Ну, я, наверное, так отвечу на этот вопрос, что для начала надо знать, как правильно ухаживать за своим лицом и за своим телом. Очередность всех процедур. Если, например, утром женщина встает, то, конечно же, она должна умыть лицо митилярной водичкой. Если у нее сухое лицо, она должна нанести, скажем, увлажняющий тоник, подготовить лицо к нанесению крема, например, ЭКО, например, с гиалуроновой кислотой или с винидермом и с липомойством. И после этого уже пользоваться, скажем, тональным кремом и декоративной косметикой. Что касается вечера, когда она приходит с работы, то очередность примерно такая же, но на первом плане это, конечно, демокьянт, а потом уже то же самое митилярная водичка, увлажняющий тоник и уже подготовка к нанесению ночного крема. И, естественно, после душа я рекомендую всем женщинам вот такой бодилосион, который мы создали. Это уникальная формула, которая состоит тоже из разных компонентов. Здесь мы тоже уместили пять в одном. Это бодилосионы с гиалуроновой кислотой, это бодилосионы с депантенолом и витамином Е и с коллагеном. Что дает этот бодилосион? А может быть все привыкли питать кожу кремом после душа? Да, но это очень неудобно. Это может удобно, неудобно, но люди привыкли. Да, но это очень неудобно. А лосьон сушит же, правда? Нет, здесь совершенно маленькая концентрация спирта, поэтому здесь он и дезинфицирует. Очень многие наши, скажем так, девушки, которые пользуются, они сказали, что у кого были прыщи, они у всех ушли. Правильно, потому что там небольшая концентрация спирта. Здесь, кроме всего прочего, есть активные вещества, вы поняли, да, что есть и депантенол, и витамин Е, и гиалуроновая кислота, и коллаген. Здесь есть парфюм очень легкий, один из них свежий парфюм, там три, в линейке три СКЮ, один такой более, скажем так, молодежный, он нежный, он свежий, другой он более шлейфовый, и один более такой цветочный. То есть для всех типов женщин, мы так вот разделили, ну для чего вечером использовать, например, какой-то парфюм? Это тяжело на самом деле, потому что когда ложишься спать, надо более легкой. И вот это есть решение. Это 100 мл, он умещается и в сумочке, и везде у нас есть такой по 250 мл для стационарного, для туалетного столика. А этот просто для сумочек, для того, чтобы в течение дня можно было несколько раз побрызгать. Это очень хорошее решение, очень хорошо восприняли это наши основные девушки, им очень понравилось, цена очень доступная, да и продукт очень хороший. То есть есть результат от этого боди-лосена. Вот сейчас время отпусков, да, люди уезжают на моря, чтобы вы порекомендовали тем, кто уезжает в отпуск и будет находиться под открытым солнцем, на что им обратить внимание, когда они выбирают крем для загара, в первую очередь, и насколько это важно? Хочу обратиться к нашим телезрителям. Не гнаться за дешевым продуктом, потому что в дешевом продукте, как правило, нет того количества СПФ, которое заявляет производитель. Но вот ваш продукт, он тоже относительно дешевый. Вот этот продукт у нас, да, он среднеценовой сегмент, он недешевый, он и недорогой, он среднеценовой сегмент. Но мы декларируем, что всё, что здесь записано, оно соответствует действительности. Это прошло и исследуется ежемесячно в европейской лаборатории. Крем с СПФ. Крем разработан и для лица, и для тела, и для рук. Но 30% это низкий СПФ? 30% это столько, сколько нужно для того, чтобы женщины и вообще люди могли защититься от солнечных лучей. А если человек находится под палящим солнцем? Ну, вы знаете, нет, Дин СПФ не защитит его от палящего солнца. Его просто надо уходить и выходить, как нам рекомендуют медики, утром и вечером. Потому что от палящего солнца, как правило, может ничего не защитить. Этот крем чем хорош? Что, во-первых, он универсальный. И, во-вторых, он очень экономичен. Он экономичен в том, что столько, сколько ты его наносишь, он весь впитывается. Он не оставляет следов на коже. Он очень легкий и нежный аромат. Как правило, мы знаем, что солнцезащитные, они немножко другие крема. А вот этот просто идеальный крем. Вот я говорю, чем он отличается от других. Тем, что там СПФ 30. Тем, что он для всего, для кожи лица, тела и рук. Очень хорошо впитывается, очень экономичен. Вот это обязательно надо иметь летом в косметичке для всей семьи. И мужчина, и женщина. И дети. Всем. А крем для загара каким должен быть? Это крем против загара. То есть он как бы, он не то, что против загара, он против палящих солнечных лучей. И на самом деле он защищает, как правило, от того, чтобы наша кожа не подверглась такому интенсивному ультрафиолетовому облучению. И в конечном итоге не было бы рака кожи. Вот это его задача. И этот крем с этим справляется. Но в любом случае человеку нужно спасаться от прямых солнечных лучей. Еще один продукт я хотела вам показать. Мы о нем не говорили. Но это уникальный продукт. Это и крем для пяток, и крем-скраб для пяток. Это продукт с мочевиной 30% содержит в своем составе. Он и увлажняет, и питает. И можно пользоваться как дезодорант, как крем-дезодорант. Он образует такую защитную пленочку, и очень хорошего качества, с очень таким тонким нежным ароматом. Текстура очень легкая, наносится очень хорошо, впитывается сразу, не оставляет жирных пятен. То есть то, что нам необходимо. И легкий скраб для пяток. Это продукт, который в своем составе содержит скрабинки такие из ореховых скорлупок. И поэтому он абсолютно натурален и не содержит никаких других токсических веществ. Я рекомендую всем иметь его на столике после душа утром и вечером. Мария, скажите, вы местный производитель, так скажем. Сейчас такая жесткая конкуренция. Очень много импортных товаров. Насколько удается местным производителям выживать в таких жестких условиях? Вы знаете, наверное, настало время, когда наши потребители или наши клиенты, покупатели хотят качественный товар. И то, что было до сих пор на рынке очень много дано разного дешевого продукта, по-моему, они уже устали от этих продуктов. И вы знаете, что особенно женщины не всегда в поисках. В поисках чего-то лучшего. Вот что-то лучшее – это и есть наша линейка. Вот мы дали женщине, которая всегда в поиске. И она остановится, я уверена, на наших продуктах. И надеюсь, что в очень длительный период она все-таки сохранит нам верность и будет пользоваться нашим продуктом. И будет иметь результат и будет очень довольна. Мы не боимся конкуренции, потому что наши конкуренты – это бренды, которые сегодня стоят достаточно дорого. Мы не конкурируем с дешевыми продуктами. Мы конкурируем с брендовыми продуктами, которые сегодня по качеству такие же, но стоят очень дорого. А вот с дешевыми, которые… Но это нужно же доказать. Для этого же нужно время. Для того, чтобы вы вот сами говорите, что многие дорогостоящие продукты, 40 или 50 процентов – это их имя в основном, да? Это их бренд. И вы говорите о том, что у вас небольшая маржа, вообще вы стараетесь просто на сегодняшний день в первую очередь показать себя рынку. Но вот как может производитель выжить в таких условиях тогда? Ну да, немножко сложновато выживать, но все же можно. То есть я думаю, что эволюционно мы будем идти. Не революционно, а эволюционно. Шаг за шагом. То есть мы будем показывать, люди будут покупать, пользоваться, приходить за второй покупкой, за третьей покупкой. Вот вторая, третья покупка уже будет говорить нам о том, что это продукт тот, который должен быть. Ну за полгода, которые мы вот вышли на рынок, знаете, у нас нет нареканий. Вот как ни странно это звучит, у нас нет нареканий. Ни по ароматике, ни по текстуре, ни по впитываемости. Ну ни по каким… Я сейчас просто… Я такое говорю, но это таки соответствуют действительности. Объемы производства увеличиваются? Да, объемы производства увеличиваются. СКЮ, количество СКЮ, которое мы выпускаем, тоже увеличивается. Мы за полгода уже выполнили план производства. Сейчас наша задача продавать, выйти на экспорт обязательно. То есть то, что мы получили… Вы еще не вышли на экспорт. Мы получили разрешение. Вот сейчас мы уже… На рынке Евросоюза. Да, да, Россия и там… Ну, российский рынок, Белоруссия, таможенный союз и, естественно, Евросоюз. Ну, конечно, Евросоюз попроще с логистикой. А по таможенному союзу… У нас есть контракты. У нас есть все. Вот буквально перед феврале месяца мы могли первую поставку сделать. Сегодня вот я отправила еще кое-какие образцы недавно буквально в лабораторию Роспотребнадзора. Получается на один килограмм, то есть на одну единицу, извините, продукцию 12,5 евро логистика. Это просто невозможно. А если говорить о автологистике, то там, конечно, дешевле, но зато очень долго. То есть мы ищем варианты, чтобы уже адаптироваться к тем условиям, которые сегодня возникли, скажем так, в мире. А какие профессиональные цели вы ставите перед собой, может, на ближайшую перспективу? Да, мы ставим профессиональные цели, такие как производство декоративной косметики, возможно, производство каких-то красок для деток. Это очень востребовано в странах Евросоюза. У нас пока это только начинается. Краски, которые абсолютно безопасны, наносятся на лицо, вы видели, да? И вот это наша задача. В основном это декоративная косметика, и вот такие наши задачи. А долгосрочные цели и задачи? Долгосрочные, я думаю, нам продиктует рынок. Мы начнем работать на этих двух крупных рынках, таких как рынок Евросоюза и рынок Таможенного Союза. И думаю, что мы будем работать, наверное, уже по тому, какие предложения нам даст рынок. Что будет востребовано? Косметологи используют вашу косметику в своей работе? Да, используют. А в основном вот что используют? Крема используют, крема для лица, крема для рук. Очень много салонов, которые пользуются кремами для рук, кремами для ног. Да, педикюры и не только. То есть крема для ног – это именно для салонов продукция. Ну вот в основном салоны этим пользуются. И вообще косметологи. Мария, мне остается только пожелать вам дальнейших успехов. Спасибо вам огромное сегодня за интересные ответы. В первую очередь, как врача, много полезных моментов вы сегодня рассказали нам. Я думаю, что мы еще обязательно встретимся в студии и побеседуем на эту, так скажем, интересную и обширную тему. Спасибо огромное. Спасибо вам, спасибо всем зрителям 21-го канала. Всем приятного вечера. Дорогие друзья, я напомню, что в эфире была программа «Вечерний разговор». С вами была я, Нина Демогла. Я желаю вам хорошего вечера. Впереди вас ждет много интересного, о чем вам расскажут мои коллеги. Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного, о чем вам расскажут мои коллеги.